Мы приступаем сегодня с вами к следующему разделу, и мы будем говорить о личности Мессии. Это очень важный раздел, и для нас очень важно понимать основные понятия, связанные с тем, кем же должен был быть Мессия. В разные времена еврейский народ ожидал Мессию с великой такой страстью, с великим желанием. Они обращали свой взор, каждый день молились, и до сих пор мы знаем, что ежедневно люди молятся о том, чтобы пришел Мессия, о том, чтобы Он явил Себя народу. И мы помним, когда мы с вами читаем Новый Завет, когда мы с вами читаем особенно Евангелие, мы помним, что этому вопросу ожидания Мессии было посвящено очень много. И было множество споров того, как именно Он придет, какие пророчества должны сбыться, что должно происходить. И вы помните послание Иоанна Крестителя? Он обращался к всему Израилю и говорил, покайтесь, приготовьте путь Господу, приготовьте свое сердце, приведите себя в правильное положение перед Богом, потому что вот скоро должен прийти Мессия. И мы помним, что когда Ишуа уже жил, когда Он общался со своими Талмидим, со своими учениками, они также, понимая, что Он Мессия, ожидали определенных изменений вообще в самом Израиле и вообще в том мире, который был на тот момент. Одна из распространенных мессианских надежд и чаяни была в том, чтобы Мессия, придя, навел порядок в этом мире. И это правильно, так это произойдет, только не тогда, когда это ожидалось. И довольно-таки распространенное представление было в том, что Мессия, придя, Он скинет, гнет римлян, Он освободит Израиль, вернет землю, границы и будет царствовать, и все будут поклоняться Ему и так далее, и так далее. Вы помните, что ученики, они даже ходя с Ишуа, они ожидали, что именно вот такой вот физический переворот произойдет. Будет царь, они будут вместе с ним какими-то, возможно, чиновниками. И были такие моменты, когда даже мама приходила, помните, да, апостол и говорила, «Позволь одному моему сыну сесть с правой стороны, второму с левой стороны». И Ишуа очень так просто ответил, говорил, что «Но это не в моей власти рассаживать, все будет в свое время». Итак, для нас важно понимать ряд пророчеств, которые касаются личности Мессии. И первое место, которое говорит об искуплении через Машеха, находится в Бытие, 3 главе, 15 стихе. Мы с вами уже немножко говорили об этом. Это пророчество, которое мы можем назвать «Обетование семени». «Сразу же после грехопадения Бог дал обетование, что семя женщины нанесет смертельный удар по голове змея». Мы читали с вами, да? То есть дьявола. И дьявол, в свою очередь, будет жалить это семя в пяту. Вглядываясь в прошлое и зная то, как происходило рождение Ишуа, мы можем увидеть, что очень интересные им есть, очень интересные моменты. Прежде всего, нужно понимать, что семя – женщины. Не написано, что семя – мужчины. И мы знаем, что зачатие Ишуа было сверхъестественным образом. Мы знаем, что мужская, так сказать, половина не участвовала в этом. То есть рождение от девственницы. Произошло рождение от чистой девушки молодой, которая не была во взаимоотношениях с мужчиной. И это одно из ключевых пророчеств, которые мы с вами находим. Первое пророчество. И мы видим, что само по себе обетование семени или вообще линия спасения, она была сохранена через многие и многие столетия и поколения. Не просто Бог что-то пообещал, но Бог дал как бы направление о том, что в свое время произойдет некто, кто принесет избавление миру, который нуждается, миру, который болеет, болеет грехом, такой вот болезнью, которая передается по наследству. И мы приходим, если мы читаем Библию, Танах, мы приходим очень скоро к человеку, которого мы знаем как Ной. Помните, да? Что буквально прошло не очень много времени после того, как люди начали жить на земле. Болезнь греха настолько сильно распространилась, настолько сильно поглотила весь этот мир, что Бог, Он был вынужден уничтожить те творения, которые перестали абсолютно соответствовать Его цели. Мы помним, да, что творение, которое не соответствует цели Творца, оно в конечном итоге будет уничтожено. И мы приходим к моменту потопа. И во всем этом потопе 8 человек, они сохраняют свою жизнь. Это люди, через которых передавалось это обетование о семени, обетование о спасении. И если мы посмотрим вообще через всю Библию, вы сможете увидеть, как проходит красной нитью идея спасителя, идея того спасительного семени, которое абсолютно изменит судьбу всего человечества. Мы знаем, что после потопа 8 человек вышло с Ковчега. Казалось бы, живи, радуйся, но прошло буквально, если мы посмотрим нашу Библию, очень недолго, и люди снова начали отходить от Бога. И обетование о семени передается через одного из потомков Ноя через Сима. Сима. Помните, да? Когда Ноя, он благословил его. Это бытие 9 глава, 26 стих. О том, что через тебя будет передано благочестивое семя, благословятся все народы, ты будешь благословен, и так далее, и так далее. И мы знаем, что Сим являлся прародителем Авраама. То есть, каким-то сверхъестественным образом Бог сохраняет одну основную линию. Поэтому мы приходим к такому известному нам человеку, как Авраам. И мы на предыдущих занятиях с вами говорили, что Аврааму было дано одно из прекраснейших обетований, что в тебе благословятся все народы. И мы говорили, что это благословение, оно касалось не только того, что кто-то из других народов, живя физически в доме Авраама, он получал часть благословения Авраама. Но это пророчество, это указание на того грядущего Спасителя, который должен прийти. Итак, мы знаем, что чудесным образом у Авраама рождается сын, сын которого зовут Исаак. И мы знаем, что сама личность Исаака очень интересна. Исаак сам по себе является пророческим образом Мессии. Мы помним, что на предыдущих занятиях мы рассматривали с вами. Исаак, он был верой Авраамом, принесен в жертву, практически принесен в жертву. Его рука уже занеслась. Мы знаем, что он был тем сыном, через которого пошло дальше это обетование, искупление и спасение. И мы говорили о том, что Исаак, он был рожден сверхъестественным образом. Аврааму было 99 лет. Его жена тоже была в невероятнейшем возрасте. Произошло чудо омоложения, когда Бог, ну просто, сверхъестественным образом дал возможность им иметь сына. Он был принесен в жертву своим отцом. Он добровольно принял роль жертвы и возлег на жертвенник. Чтобы мы понимали с вами, друзья, что когда происходила вся эта ситуация между Авраамом и его сыном Исааком, Исаак не был маленьким ребенком, которого Авраам принес в колыбельке, знаете, и он себе лежал и ничего не понимал. Он был взрослый мужчина. И на фоне столетнего Авраама взрослый крепкий мужчина, он мог спокойно дать ему отпор. Он мог сказать, я извините, пожалуйста, я не согласен. У этого мужчины, да, старческий маразм, я убегаю и так далее, и так далее, и так далее. То есть он мог вполне быть против. Но мы знаем, что Исаак имел сердце послушное. Имел сердце сына, который доверяет своему отцу, хотя я не думаю, что он понимал до конца, что же это происходит. Именно через него Бог избирает передаваться этому обетованию о Спасителе. Семени благочестим, обетование Спасителя. Через Исаака мы приходим к другому человеку, к Иакову. И очень интересно, вы помните, да, что у Исаака родилось два сына. Один был, как его звали? Исав. Он был первородным, да, то есть по праву первородство принадлежало ему. По праву он должен был быть тем наследником, который примет вот эту эстафету, которая началась с бытия третьей главы. Но мы знаем, что намерение Бога было другим. И сверхъестественным образом, через ряд обстоятельств, когда продалось первородство, когда мы знаем все эти события, которые происходили, обетованием Семени становится Иаков. Иаков, несмотря на то, что его имя, Иаков, как обманщик, да, оно было впоследствии переименовано в Израиль. И мы знаем, что до сих пор мы говорим о том, что Бог говорит о себе. Я Бог Авраама, Исаака и Иакова. То есть мы знаем это как формулу, это то, что передается из поколения, из поколения. И Бытие 49, 10 глава, говорит следующее. «Не отойдет скипетр, символ власти, от Иуды, и законодатель отчресил его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народу». Бытие 49, 10. Слово «машия», или «мессия» означает «помазанный» и относится к помазанию маслом, проводимому над царями и священнике, как символом помазания их святым духом. И мы доходим с вами до Исаии 9 главы, 6-7 стиха. Следующее пророчество. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя, чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела, на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Следующее пророчество. Мы видим о том, что благочестивое семя, оно перешло к Давиду. И мы знаем это. И Писание говорит конкретно в Исаии о том, что младенец, который родится, он будет тем, кто будет из дома Давида. Он будет тем, кто и будет произведен из его наследия. И мы видим, что так и произошло, когда мы говорим о Мессии. Мессия Ишуа пришел по родословной Давида. Итак, мы идем дальше. Исаия, 7 глава, 14 стих. Речь идет также о одном из пророчеств, которое говорит о том, что девственница, именно Алма на иврите, дева, чистая девушка, молодая, она родит сына. И назовут его Эммануил. Это также пророчество, которое говорит о Мессии. Когда мы проходим дальше, мы встречаем с вами Михея, 5 главу, 2 стих. И читаем там, что Мессия, чье происхождение от дней древних, будет рожден в конкретном месте, в конкретном городе, в городе Вифлееме. И мы знаем, что Ишуа, он был рожден в городе Вифлееме. И чуть позже мы приходим к Захарии, 9 главе, 9 стиху, где читаем, что этот царь, который будет рожден, Мессия, он будет кроток, и он войдет в Иерусалим на осле. И вы помните, что перед своим восшествием, перед тем, как Ишуа был вознесен на крест, он вошел в Иерусалим, въехал в Иерусалим на осленке. И Захария, 12 глава, 10 стих, говорит об оплакивании Израилем своего пронзенного Мессии, как человек скорбит о сыне. И мы знаем о том, что Ишуа, он был пронзен на кресте, на позорном орудии пыток римлян. И 21 псалом был написан Давидом в свое время. И этот псалом, он передает страдания Мессии, то, что будет происходить с ним, то, как он будет пронзен, и то, как он будет страдать, проходя через искупление. И, конечно же, одно из самых ярких пророчеств о личности Мессии мы находим в 53 главе Исаии. Это один из таких прекраснейших, чудеснейших отрывков, который дает нам возможность увидеть полноту всего того, что было. Смерть, мученическая смерть мы более подробно обсудили с вами в прошлой главе. Очень интересный отрывок и пророчество о Мессии, о том, каким же будет Мессия, кто он будет, как его узнать среди множества людей. Мы находим в Даниила 9 главе 25-27 стихе. И речь идет о разрушении храма. И когда мы внимательно просматриваем это место, мы видим о том, что приход Мессии, он должен был быть до того, как будет разрушен храм. Мы знаем, что так и было. В 70-м году, после рождения Ишуа, храм был разрушен и до сего момента является в разрушенном состоянии. Мессия уже пришел. Он свершил то дело искупления, которое необходимо каждому из нас. Писание дает нам познание истины, что Бог является так называемым существом с множественного единства. И я хотел бы вам еще добавить несколько моментов относительно пророчеств. Нужно понимать о том, что много людей в этом мире хотели бы быть Мессиями. И периодически вы знаете, что когда мы смотрим новости, мы находим, такой-то человек, он приехал в Иерусалим, и существует так называемый Иерусалимский синдром. Когда человек приезжает в Иерусалим, он вдруг почему-то считает, что он Мессия. И что-то происходит с ним, и он начинает там, допустим, становиться в какое-то место и говорить о том, что вот я пришел, все покаялись и так далее, и так далее, и так далее. То есть существует даже такой синдром. И множество людей очень влиятельных, они хотели бы быть Мессией. Но мы понимаем, что это очень и очень непросто. И мы знаем такие истории, как лже-Мессия, мы знаем, что существуют такие исторические, Баркокба, люди, которые саботают сви, которые хотели бы быть. Но это не судьба, потому что Мессия уже был. Мессия, он обязан был, должен был обязательно исполнить все эти пророчества. Мы говорили с вами в прошлом занятии, что исполнить их было нереально, нужно было обязательно сверхъестественным образом. Как вы можете выбрать, где родиться? Как вы можете выбрать маму? Как вы можете, собственно говоря, родиться без папы? Это очень и очень непросто. То есть, когда мы говорим о Иешуа, мы видим, что все эти пророчества, они сбылись в нем. Итак, сейчас мы с вами немножко поговорим о таком понятии, как тройственная природа Бога. Элохим. Первое, что мы встречаем в Бытие, в первой главе, 26 стихе. Писание говорит нам следующее. Бог обращается и говорит, сотворим человека по образу нашему. То есть, когда было начало всего, начало творения, начало всего того, что мы видим с вами, всего этого мира, Бог, говоря свое слово, Он не говорит, я хочу сделать что-то. Он говорит, сотворим по образу нашему. И там стоит Элохим. Множественное число с мужским окончанием множественного числа. Аспекты множественной природы Бога мы можем видеть в разных местах Писания. И, в частности, мы можем увидеть одну интересную личность, если мы просмотрим внимательно целый ряд мест Писания, Танаха, мы можем увидеть такую личность, как Ангел Господень. Возможно, вы, когда читали, обратили внимание, и был с ними Ангел Господень, и сделал Ангел Господень, и так далее, и так далее, и так далее. Это очень интересная личность. Вы помните событие, когда в 18-й главе книги Бытия Авраам встречается с тремя путниками. Авраам сидел возле своего шатра, и написано, что Бог проговорил к нему. И там очень интересный момент. Когда Бог к нему проговорил, мы видим, что один из трех этих людей, ну, или, скажем, личностей, которые пришли к нему в дом, называется Ангел Господень. И в разных переводах мы видим, что, если посмотреть внимательно, там говорится, что Господь, Он говорил с Авраамом. То есть, в некоторых переводах используется вот именно этот момент, когда Ангел Господень, Он же Господь обращается к Аврааму. Мы помним, что в 32 главе, 24-31 стихе в Бытие, Иакол, перед тем, как он возвращается в свою землю, он боролся с неким Ангелом Господним. Помните это, да? И в 30 стихе, когда мы читаем дальше, мы видим, что этот Ангел, он говорит, что это был не просто Ангел, что этот Господь боролся с Иаковом. Вы помните это место? И нарек Иаков имя, место тому Пенуэл, лицо Бога. Ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу и сохранилась душа моя. В исходе 3 главе 2 стихе мы читаем, что Ангел Господень явился Моисею в пламени горящего куста. Однако в 6 стихе мы читаем, что Бог возвал к нему из куста и сказал, я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. То есть, с одной стороны ангел Господень, с другой стороны мы видим, что Бог обращается от его лица. И Бог сказал Моисею, что пошлет ангела своего перед Израилем. Этот ангел снова был назван, если мы посмотрим в оригинале, именем Бога. И мы видим, что личность, особый ангел Бога, является проявлением или откровением Бога. Он сам по себе не все то, что входит в понятие Бог, он отличается, как бы, но при этом он все же един с Богом. И в Писаниях Нового Завета мы больше не читаем об этой личности. Это очень интересный момент. То есть мы не находим личность ангела Господня, но мы встречаемся с личностью, известной нам как Дух Святой. Тот, кто находится в нашей жизни, тот, кто руководит нами, тот, кто направляет наши пути, тот, кто оберегает нас. То есть когда мы говорим о личности Духа Святого, мы понимаем, что фактически он делает все то, что ангел Господень, то, что Бог делал в жизни людей, в Танахе. И другие места Писания раскрывают истину божественности Мессии. И в Иоанна первой главе, первом стихе мы читаем, что в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Конечно, Слово Бога является частью Его самого. Слово было Бог. И Слово пребывало в самом-самом в начале. Помните, да, мы говорили Бытие первая глава, 26 стих, когда речь шла о том, что сотворим по образу нашему. И в Иоанна первой главе 14 стихе мы читаем следующее. Слово стало плотью и обитало с нами. То есть, смотрите, друзья, оно в начале было у Бога, оно обитало с нами, оно стало плотью, мы видели его. И Колоссянам 2 глава 9 стих говорит следующее, «Ибо в нем обитает вся полнота божества телеста». В Ишуа обитает вся полнота божества телеста. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку и по виду стал как человек. Это филиппийцам 2 глава 6 11 стих. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек. С другой стороны, мы не должны забывать о том, что Ишуа был стопроцентным человеком. То есть Ишуа был на 100% Бог и на 100% человек. Особо единственная можно так сказать в своем роде личность, которую мы знаем. Евреям 2 глава 17 стих 18 также 4 глава 15 стих говорит, что он который подобно нам искушен во всем кроме греха. он жил как человек, он нуждался в пище, он нуждался в воде и так далее, и так далее. То есть он разделил с нами, он принял образ раба, принял образ человека, который зависит от греха, при этом не будучи зависим от греха. и первая Тимофея 2 глава 5 стих говорит следующее, ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Мессия Ишо, он является нашим посредником, Мессия является нашим посредником. Первая Тимофея 2 глава 5 стих Только он мог войти в небесный храм с кровью своего жертвоприношения, чтобы через него мы могли приходить в присутствие Божие. Он мог быть тем первосвященником, который вошел в присутствие Божие. Он был достоин. Божественность Ишоа также проводит нас к множественному единству естества Бога. Ишоа отличается от Бога как от Небесного Отца. Когда мы смотрим с вами Евангелие, мы можем увидеть, что он молился Богу, он спрашивал его воли, он был послушен ему. При этом он по-прежнему был Богом. Итак, Святой Дух един с Богом, но в то же время он также отличен от Отца и Ишоа. Он тот, кто живет в каждом из нас. Он вдохновляет нас. Он тот, кто приводит нас в присутствие Божия. И нужно понимать, что когда Писание говорит о тройственной природе Бога, мы встречаем одно очень интересное слово. Слово, известное как Эхад. Само по себе это слово мы встречаем впервые в Бытие 2 главе 24 стихе. И речь идет о единстве между мужчиной и женщиной. Писание говорит нам о том, что отлепится муж, мужчина от своей отца, от мамы, прилепится к своей супруге, жене, и будут они едины. оригинале стоит слово Эхад. Это очень интересное слово, потому что слово Эхад означает единство из нескольких сущностей. В противоположность этому существует в иврите слово известное нам как Яхид. Звучит похоже и даже переводится очень похоже. Один. Яхид. Один. Но значение слова Яхид переводится как один в своем роде. Иными словами, когда мы читаем о том, что у Авраама родился Исаак, единственный сын, речь идет о том, что сын был один, и другого такого сына больше не существовало. Когда мы говорим о единстве между мужем и женой, мы понимаем, что это составное единство. И поэтому, когда мы говорим о единстве в слове, когда мы говорим о единстве в троице, единстве в тройственной природе Бога, мы используем слово Эхад, слово, которое подразумевает единство нескольких сущностей. Вы помните известная молитва Шма Израэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад. Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть. И там стоит слово Эхад, единство из нескольких сущностей. Не Ехид один в своем роде и нет другого, но Эхад. И это очень важно понимать. Мы знаем, что само понятие троицы очень сложно и не так просто увидеть взаимодействие, не так просто понять, как именно, кто говорит, где и так далее. Но мы должны понимать, что это Бог, который являет себя в трех разных образах, которые приходят в жизни людей. Аминь. То есть, когда мы говорим о том, каким образом должен выглядеть Мессия, ну, или как нам узнать его, как нам не ошибиться, как нам принять именно того, кого нужно принять. Мы должны знать эти пророчества. Вы помните, что апостолы, которые несли Евангелие в первом веке, после того, как Ишо был воскрешен, воссел Одесную на небе, они не пользовались писаниями Нового Завета, потому что этих писаний не существовало. И когда они обращались к людям, они использовали в проповеди все вот такие же места, которые мы с вами разобрали. Они объясняли о том, что смотрите, пророк такой-то говорит вот так-то, посмотрите, вот, Ишоа, он так и сбылось, а еще говорится о том, что Мессия должен быть вот таким и вот таким. Посмотрите, это произошло и это произошло. И таким образом они распространяли благую весть о том, что Мессия пришел сейчас, на сегодняшний момент, вам возможно жить без греха. Вы можете занять правильное положение перед Богом. И особенно это важно, понимая, что прошлая система жертвоприношений, она была разрушена. не существует места, куда можно принести жертву, не существует возможности принесения жертвы. Иными словами, старый путь, он абсолютно закрыт. И здесь остается очень простой выбор. Либо ты придумываешь новый путь, но это путь придуманный, и никакого отношения к Богу он не имеет, хотя может выглядеть очень похоже, либо каким-то своеобразным образом ты пытаешься воскресить старый путь. И мы знаем, что существуют такие чаяния о том, чтобы отстроить храм, о том, чтобы снова начать приносить жертвы, и так далее, и так далее, и так далее. Либо мы обязательно должны прийти к Мессии, к новому пути, к новому, скажем так, лекарству, которое дает нам возможность избавиться от греха. И сейчас мы с вами немножко поговорим о тех задачах, которые стояли перед Мессией. Что должен был исполнить Мессия? Это очень важный момент, который также нам необходимо с вами понимать. Прежде всего мы понимаем, что Ишуа или Мессия должен был исполнить Танах. Совершенно верно. Будучи совершенным примером, Мессия исполнил Писание Ветхого Завета или Танаха. Мы читаем в жизни Ишуа, в его великом сострадании к людям, в том, как он поступал, как он говорил о слове. То есть мы находим интересный момент, что он был действительно человеком совершенным. Он был действительно тем, кто не нарушил ни одной заповеди Танаха. Тем, кто исполнил закон Моисея. Он являлся для нас живой Торой и живым примером. Иными словами, ну, это уникально, друзья. Все эти предписания, которые были, вы помните, да, что родился он во времена Синайского Завета, Синайского договора. И он исполнил этот договор. Он был праведен с точки зрения этого договора. Мы видим, что это выражалось самыми разными путями. Он был терпелим к грешным людям. Он даже настолько любил их, что те праведные люди, которые стремились к праведности на тот момент, они говорили, как он мог, как он может быть, быть другом грешником, другом блудных людей, те, которые распутные люди. Это было сложно понять, но его сострадание было достаточно для того, чтобы принять этих людей, достаточно для того, чтобы любить их, и они это знали, для того, чтобы принимать их. И мы понимаем, что он исполнил Танах своим учением. это также очень важно, потому что его планка, или, скажем так, то, как он учил, оно не было просто, знаете, буквально я делаю то, что каждую заповедь, но обращаясь к своим последователям, Ишо говорил следующее, написано не возжелай, то есть не сделай какого-то физического движения или действия, он говорит, а я вам говорю, даже в мыслях не делайте этого. Его учение, оно было более строгим, и если мы с вами, друзья, это очень важно также знать, если мы с вами исполняем заповеди, которые дает нам Ишо, мы автоматически исполняем заповеди, которые были даны в Танахе, потому что если мы с вами в мыслях не возжелаем, то тем более мы не сделаем какого-то физического действия. Это поднимает учение Нового Завета, учение Ишо на более глубокий и качественный уровень. Мы приближаемся к Богу благодаря тому, что Он дал нам нам путь, дал нам возможность опираться на жертву Ишо. Это совершенное, более лучшая заповедь. Мы знаем, что учение Ишо фактически сводилось к двум очень простым заповедям. Люби Бога и люби людей. Люби Бога, то есть иными словами, если ты будешь своим сердцем, всеми своими мыслями, стремлением любить Бога, соответственно, ты не будешь делать идолов, ты не будешь делать какие-то другие вещи, если ты будешь любить человека, ты не будешь убивать, ты не будешь воровать, ты не будешь делать многие-многие другие вещи. Люби Бога, люби человека, всеми своим сердцем, всеми существом. Таким образом, Ишо исполнил Танах своим учением. Иешуа показал, что все проблемы человека, они исходят из его сердца. Это также очень важно понимать. Он говорил о том, что из внутренности, Писание Нового Завета учит нас, что больше всего хранимого, храни свое сердце. Это самое вот такая драгоценное помещение в вашей внутренности, в ваше сердце. Сохрани его. Если ты сможешь сохранить свое сердце в чистоте, автоматически все остальное, оно также будет в чистоте, потому что ты отражаешь в своем сердце то, если там чисто, ты будешь отражать это в своей жизни. Итак, Иешуа повысил планку хождения перед Богом к состоянию сердца. И мы понимаем, что Иешуа исполнил пророчество. То, о чем мы с вами сегодня уже говорили. Он исполнил те пророчества, которые необходимо было увидеть, что они действительно исполнены. Мы знаем, что все они сошлись на нем, и это само по себе является уникальным и таким особенным действием Божьего чуда. И когда Иешуа пришел в этот мир, мы знаем, что он пришел в еврейский народ. Он был частью этого народа. Он никаким образом не разделял себя с еврейским народом. Вы помните, что посылая своих учеников для того, чтобы они говорили о Царстве Божьем, он говорил о том, что идите к погибающим овцам дома Израилева. Его служение было направлено на Израиль. Его служение было направлено на то, чтобы приобрести этот народ, снова очистить этот народ, снова показать его избранность Богом. И когда мы говорим о том, что Иешуа был человеком, он жил в Израиле, жил среди народов, он пошел в Египет. Помните, когда мы говорим вообще об истории Израиля, помните, родился народ, было все вроде бы хорошо, Авраам, прошел голод, через голод он пошел в Египет, потом они были в рабстве, потом их освободили от рабства, 40 лет они были в пустыне и так далее. Посмотрите на жизнь Иешуа. Он родился в этот мир. Мы знаем, что он был в пустыне 40 дней, искушаем там, и он вышел из этой пустыни. И фактически это как прообраз. Но вы знаете, что интересно? Если Израиль, ходя в этом, потерпел поражение, то Иешуа он не потерпел поражение. Мы знаем, что он был как пророческим образом, как представитель Израиля, он прошел вот эти вот разные этапы своей жизни и вышел из них победителем. Это то, что получилось, то, что мы видим из Писания. Иными словами, его жизнь – это жизнь Израиля в победе. Можно так сказать, образ Израиля, который будет в победе. Итак, мы должны также понимать одну очень интересную вещь. Через Иешуа мы имеем особую благодать, потому что Бог отвечает на те нужды, которые есть у нас. Он дает помощь в наших нуждах. И через Мессию Иешуа мы имеем возможность получать Божью поддержку в каких-то достаточно сложных моментах. В нем восполнены все наши нужды, как духовные, так и большинство физических нужд, то, что касается необходимого для нашего хождения перед Богом, для нашего спасения, для нашей праведной жизни. Он дает нам все необходимое для жизни и для нашего благочестия. Очень интересно также понимать, что Иешуа заменил храмовую систему новым священством. Очень важно это понимать. То, о чем мы говорили. Старый путь, он стал закрытым. Иешуа стал новой жертвой за каждого из нас. Он стал совершенной жертвой. Это исполнилось в нем. И он на сегодняшний момент является нашим представителем. «Тот, кто верой». Написано так, римлянам, 5 глава, 8 стих. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Мессия умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он является тем, кто представил все человечество, войдя во святое святых. Вы помните, да, у роли священника. С одной стороны, священник, он перед Богом представлял всех людей. С другой стороны, перед людьми он представлял Бога. Он был определенным связывающим звеном. Он был посредником между Богом и человеком. И его жертва дает нам понимание о том, что есть грех и что есть святость. Когда мы начинаем размышлять о его любви, когда мы начинаем размышлять о том, что он сделал для нашей жизни, мы понимаем, насколько наше сердце нуждается в исправлении. И мы понимаем, насколько сильно была явлена его любовь. И знаете что, друзья? Придет время, когда мы воскреснем в нем. Римлянам 6 глава, 5 стих. «Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Мы воскреснем вместе с ним измертвым. И у нас будет также новое тело, подобное тому телу, которое было у него. И Писание открывает нам в 1 Фессалоникийцам 4 главе 16 стихе подробности того, как это будет происходить. Итак, в духовном отождествлении Сишуа мы духовно умерли и духовно воскресли. Вы помните такое действие, как водное погружение? Что такое водное погружение? Когда человек заходит в воду и выходит. В принципе, очень простое действие. Но оно имеет очень интересное значение. Оно показывает, что подобно тому, как Ишоа был мертв, был погребен и воскрес, точно так же и в нашей жизни мы были мертвы для греха, мы заходим в эту воду, погребены и мы воскресаем. Водное погружение, Твила, это внешнее проявление, или, скажем так, внешнее заявление о тех внутренних переменах, которые уже произошли в нашей жизни, благодаря того, что Ишоа дал нам возможность получить спасение через его жертву, через его ходатайство, его священничество, за то, что он принес ее за нас, и мы верой принимаем ее в свою жизнь. На этом мы заканчиваем наше сегодняшнее занятие. Спасибо. Спасибо.